Приветствую тебя на канале Коварный Пересказ. Сегодня я расскажу тебе о фильме ужасов «Месть на Хэллоуин». В придорожном кафе компания из четырёх друзей обсуждает планы на Хэллоуин. Они хотят по давней традиции поиздеваться над местным лузером по имени Джейкоб. Кэрол говорит, что пора бы уже завязывать с этим детским дерьмом, но Майк отвечает, что им по кайфу издеваться над ним. Престарелого кассира по имени Гасс ударяет бес в ребро, и он умоляет парней взять его на тусовку. Они нехотя соглашаются в обмен на бесплатную наркоту. Батяня снова в деле! За просмотром увлекательной программы Джейкоб поедает мармеладки, а затем босиком на велике уезжает на работу. В это время на ярмарке Трио и Гасс уже подготовили шалость. Карликовый клоун по прозвищу Доктор Смерти ругается на Джейкоба за опоздание и говорит, что он теперь часть команды и не должен их подводить. Клоун выходит на сцену и пытается сыграть на органе. Джейкоб выходит из фургона, натыкаясь на ботяне и великовозрастных утырков. Они задирают парня, но тот дает отпор, и тогда они всей толпой начинают его избивать. Все это время Кэрол наблюдает за ними из укрытия. Майк наносит роковой удар ногой, и Джейкоб умирает. Доктор Смерть с помощниками затаскивают тело в фургон. Карлик достает деревянную коробку, в которой оказывается набор вуду для чайников. Он надевает кожаное лицо на Джейкоба и проводит зловещий ритуал. Труп восстает из мертвых, чтобы покарать обидчиков. Шериф патрулирует улицы, общаясь с диспетчером по имени Марси. Как вдруг замечает окровавленного человека. Он выходит из машины, чтобы разобраться в ситуации, но тот бесследно исчезает. Шерифа срочно вызывают в участок. Там его ждет Кэрол, чтобы рассказать о том, что произошло на ярмарке. Она думает, что ее друзья убили парнишку. Шериф приходит к доктору Смерть, чтобы расспросить его о происшествии. Но тот заявляет, что с Джейкобом все в порядке и что он ненавидит ментов. Шериф едет к Джейкобу, но никого нет дома. Однако кто-то наблюдает за ним через щель в сарае. Кэрол выходит из душа и от одиночества тискает медведя. Звонит телефонно, девушка не понимает, кто это. А затем ее парень, нацепив маску, пугает Кэрол скримером. Кэрол волнуется за Джейкоба, но Стив говорит, что с ним все в порядке. Так как у него есть инсайдерская информация. Ведь шериф не кто иной, как отец Майка. Кэрол едет забирать заказ и натыкается на Майка, который пытается ее запугать. Он догадывается, что девушка сдала их копам. И говорит ей держать рот на замке. На ярмарке диджей зазывает горожан посмотреть на цирк уродов. Газ сидит на толчке в белых тапочках. И фантазирует о непотребствах с официанткой Ширли. Он выходит и видит текводерка для конфет. А в углу стоит Джейкоб. Он хватает Гасса за горло и следует его богатый внутренний мир. Кэрол приходит к Стиву и жалуется на Майка. Вбегает Бобби и сообщает, что Гасса убили. Шериф с помощником осматривают тело Гасса. Полицейский говорит другому кассиру, чтобы тот отправился в участок и дал показания. Стив и Кэрол приезжают на место преступления. Шериф говорит им выкладывать все, что они знают. В участке парочка рассказывает о событиях прошлой ночи. Но Шериф не видит повода для волнения, отправляет ребят по домам. Помощник говорит Шерифу, что самое время начать носить оружие. Но тот отвечает, что это лишнее, так как у них тихий городок. Шериф и помощник опять отправляются на ярмарку. В машине помощник спрашивает, чем Гасс заслужил такую смерть. Возможно, дело в наркотиках. Ребята обсуждают убийство Гасса, когда приходит Майк и говорит, что ему наплевать на его смерть. Стив говорит, что в горле кассира нашли мармеладки, которые любил есть Джейкоб. Они решают быть осторожнее, но Майк не верит в связь убийства с их выходкой. Ребята уходят, оставив Бобби одного, и он слышит странный шум. В коридоре он замечает зловещая таквадерка и направляется к нему. Из комнаты на него бросается Джейкоб и вырывает парню позвоночник. Шериф с помощником приходят к доктору смерть, который всячески пытается от них отделаться. Они говорят, что подозревают его в случившемся и хотят поговорить с Джейкобом. Но тот отвечает, что отправил его домой. После группоухи с вашими детишками. Приходит помощник и говорит, что произошло очередное убийство. Тут у меня алиби железное, вообще не доколупаться. Шериф находит парня, лежащим на полу, а вокруг раскиданы мармеладки. Помощник не может держать себя в руках, и шериф отправляет его за суд медэкспертом. В участке шериф сообщает Марсе о новом убийстве. Он вооружает подчиненных и говорит, что надо оповестить горожан и ввести комендантский час. Шериф приходит домой и говорит Майку, что за всем стоят фрики с ярмарки и что ему нужно остаться дома. Майк звонит Стиву и говорит, что вводится комендантский час и вечеринка отменяется. Но Стиву есть чем заняться. Вечером детишки отправляются за конфетами. Но шериф загоняет всех по домам. А его помощник блокирует въезд в город. Шериф берет другого помощника, и они снова отправляются к Джейкобу. В то время как Марсе отвечает на звонки взволнованных жителей. Пока Майк пытается дозвониться до Бобби, того уже увозят на труповозке. Шериф вламывается в дом Джейкоба. В кромешной тьме полицейские осматривают помещение. Как вдруг шерифа зовет помощник. Под кроватью он находит завернутый в одеяло разложившийся труп. На ярмарке фрики собираются около вагончика Доктора Смерть и пытаются выяснить у него, что происходит. Но тот велит им заткнуться. Карлик говорит, что Джейкоб был одним из них, и что за него нужно было отомстить. Кэрол раздевается, но вдруг замечает таквадерка. Появляется Стив, из его головы хлещет кровь. Кэрол замечает Джейкоба и в ужасе убегает от него. Однако он настигает девушку и вырывает ей язык. Затем Джейкоб относит ее на сцену и падает замертво. Появляется Доктор Смерть и пытается привести его в чувства. Но для того, чтобы он дальше мог функционировать, нужна свежая кровь. Шериф с помощником в машине обсуждают найденный труп и думают, что он принадлежит матери Джейкоба. Они замечают припаркованную машину Стива и заходят внутрь. Шериф наступает на язык Кэрол, а затем находит трупы за кулисами. Напуганный шериф звонит сыну и сообщает, что все его друзья мертвы. Майк приходит к Доктору Смерть. Карлик говорит своим ребятам встретить гостя. Один из них вырубает Майка. Когда он приходит в себя в шатре, фрики устраивают представление. Дома вместо Майка шериф находит Доктора Смерть. Он требует сказать, где его сын. Но его вырубает помощник Карлика. Доктор Смерти добывает кровь для Джейкоба. Майк выходит на улицу и видит патрульную машину. Он думает, что это приехал его отец. Но в ужасе замечает отрезанную голову шерифа на капоте. Из шатра появляется Джейкоб и отрывает парню руки. Доктор Смерть выносит таквадерка и отдает его Джейкобу. После чего тот вырывает Майку зубы. Ярмарка переезжает в другой город, где Доктор Смерть продает зубы Майка какой-то бомжихе, хвастаясь тем, что он борец за справедливость. А Джейкоб ест мармеладки из таквадерка. А ты что думаешь об этом фильме? Напиши на что еще сделать пересказы. Скоро увидимся.